Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Поскольку сегодня понедельник, традиционно в 15.00 по московскому времени, мы проведем вебинар. Причем тему этого вебинара я предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале, ссылку на которую вы можете найти в описании к этому ролику, мы запустим голосование, предложим несколько тем на выбор, и та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, эта неделя куча макроэкономической статистики из США. Мы буквально завтра уже ждем отчет по заказам товара длительного пользования. В четверг будут годовые данные по ВВП, первичные заявки на пособие по безработице. Этот релиз мы точно уже не будем недооценивать, потому что периодически он может внести довольно серьезный вклад в то, что происходит с курсом американского доллара. Да и вообще рынок труда сейчас очень сильно влияет на общее настроение, которое присутствует в отношении доллара, потому что рынок труда это один из столпов, на которых вообще отстраивается от состояния которого зависит та монетарная политика, которая проводится американским регулятором. Также в четверг выйдут данные по расходам наличные потребления и в пятницу, как десерт под закрытие недели, личные доходы и личные расходы. Эти данные можно будет интерпретировать как потенциальный вклад в будущий показатель по инфляции. Помимо доллара из макроэкономической статистики, то есть из релизов, которые будут оказывать влияние на альтернативные финансовые инструменты, я предлагаю вам выделить канадскую статистику. Завтра, кстати, данные по инфляции в Канаде. Будем прежде всего разбирать базовый индекс потребительских цен. Мы давно не добавляли пару долларов канадеца в наш портфель и предлагаю вот сейчас исправить это. Не так уж и много инструментов осталось, за которыми мы следим. И для разнообразия, я думаю, что канадский доллар в свете, опять же, повестки предстоящих дней может оказаться довольно перспективным активом. Помимо данных по инфляции, в пятницу еще выйдут данные по ВВП Канады. Давайте по порядку. Индекс доллара 102.37. Если мы крупными мазками посмотрим на динамику доллара за последние недели, в целом курс не особо-то меняется. Это, конечно же, не нравится многим, мне тоже. Вроде бы как все было для того, чтобы индекс американского доллара ушел к новым локальным минимумам. Но все-таки на рынке объявляются покупатели, которые перехватывают инициативу, возвращают каким-то медианным уровнем. Вот где индекс доллара торгуется и сейчас. На прошлой неделе было не так уж и много важных событий. Выступление Паула в Конгрессе, но мы изначально понимали, что, скорее всего, будет повторена его же риторика, которую мы слышали на пресс-конференции три недели назад. Так оно и оказалось. Пауэлл очень много говорил про то, что базовая инфляция в США по-прежнему существенно выше целевого ориентира. Мы это и так прекрасно знаем. И то, что ФРС будет готов сделать многое, большее, потому что его первоочередная задача это стабилизация индекса потребительских цен, инфляция в районе 2%. После этой риторики, хотя, если быть совсем точным, еще до этой риторики, участники рынка стали активно закладываться под то, что ФРС может пойти снова на повышение ставки в июле. Если мы сейчас посмотрим на инструмент Redwatch Tool, то да, вероятность повышения ставки будет в районе 72%. И при такой вероятности ставку действительно повысит. Но некоторое время назад мы с вами уже пришли к выводу, что да, возможно, еще одно повышение ставки будет необходимо, но точечная диаграмма, которая подсвечивает возможность еще одного повышения ставки после июля, это уже, скорее всего, нереалистичный сценарий. Я думаю, что ФРС не пойдет дальше одного повышения ставки. И вообще, продавец доллара во мне все-таки заставляет сейчас быть предельно внимательным к макроэкономической статистике и заставляет меня просто принять к сведению тот факт, что в случае выхода слабых данных даже июльское повышение процентной ставки может очень быстро оказаться под вопросом. Если вы забыли, что настроения на рынке очень быстро меняются, я хочу напомнить вам, с каким перекосом мы подходили к июньскому заседанию. Как менялись настроения? Буквально за несколько недель до июньского заседания вероятность повышения процентной ставки была тоже выше 70%. Но буквально к самому заседанию эта вероятность упала до 10%. Поэтому все может быть аналогичным образом и сейчас. Очень многое будет зависеть от макроэкономических отчетов и в сильную статистику по США я не верю. Хорошо, что на этой неделе, учитывая, что я перечислил большое количество отчетов, у нас будет возможность лично проверить, как складывается макроэкономическая реальность для США, как доллар реагирует на эти данные, насколько он в целом чувствительен к потенциально слабым отчетам. Будет на что обратить внимание, мы это обязательно сделаем. Ну и готовимся уже постепенно к нонфармам, которые выйдут буквально через неделю, в первую пятницу июля. Очень важный индикатор состояния американской экономики. И точно этот отчет напрямую повлияет на вероятность изменения процентной ставки по итогам июльского заседания. Помимо нонфармов до самого заседания также будет еще и июньский отчет по инфляции. Поэтому есть чем сейчас торговать, есть зачем следить. И осознавая, что каждый из этих отчетов может спровоцировать большую волатильность, я заранее рекомендую вам, друзья, контролировать риски. Пока что сохраняю короткие позиции, потому что не верю в рост доллара в условиях ожидания того, что политика американского регулятора будет становиться все более и более мягкой. По другим активам. Золото 1925 долларов за тройскую унцию, лоу был 1909. Золото выкупают. Индекс на стороне сантимента 50 на 50, поэтому подсказать нам ничего не может в плане того, что стоит сейчас принимать какое-то торговое решение или нет. А вот отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC показывает, что на прошлой неделе количество длинных позиций среди институциональных инвесторов увеличилось. И я связываю это с тем, что все-таки институционалы тоже использовали уровень поближе к отметке 1900 для того, чтобы занимать уже долгосрочные длинные позиции. Тем более, что совсем скоро будет чуть ли не центральная тема, тема выборов в США. Поэтому, учитывая рост политической неопределенности, вообще отношения между республиканцами и демократами, очень многие будут продолжать увеличивать долю золота в своих портфелях, наращивать позиции в золотых ETF-фондах. И это тоже должно найти свой отклик в долгосрочной тенденции восстановления интереса к рынку драгоценных металлов и, прежде всего, к золоту. Ранее я уже отмечал, что диапазон 1900-1930 подходит для открытия долгосрочных длинных позиций. Возможно, вы к этой рекомендации прислушались. Евро не трогаем, у нас есть индекс доллара, тем более, что по европейской валюте не будет каких-то стоящих макроэкономических отчетов. Фунт против доллара 1.27. Цель 1.30 остается актуальна. Спасибо Банку Англии, который повысил ставку на 50 байсных пунктов и, в принципе, подсветил нам, что регулятор борясь с инфляцией может сейчас действовать агрессивно. Мы ждали, что такой шаг будет почти неизбежен, потому что инфляция остается на каких-то просто запредельных уровнях в Англии. И это омрачает перспективы британской экономики. Настолько, что Банк Англии готов сейчас провести агрессивное повышение ставки, не думая о том, что такое ужесточение монетарной политики повышает риск рецессии экономического спада. В общем, в интересах сейчас Банк Англии все же решит проблему с инфляцией, потому что, как отмечали ранее многие главы центральных банков, инфляция – это первый источник всего вот этого макроэкономического, экономического зла, с которым сталкивается каждая экономика. На пике ставка Банк Англии может достичь 6%, я это тоже отмечал. Это значит то, что до конца этого года она легко может быть повышена и, скорее всего, будет еще на 1%. По отчетам, которые вышли в конце прошлой недели, здесь тоже придраться не к чему. И в целом хорошая статистика – это редкость по британской экономике, но сейчас она как бы дополнительный попутный ветер для нашей длинной позиции по фунту против доллара. Ройничные продажи выросли на 0,3%, причем прогноз предполагал снижение на 0,2%. Сфера услуга снижения здесь с 55,2 до 53,7, но показатели держатся выше 50, то есть находятся в зоне восстановления. Не нужно здесь искать какой-то негатив, в целом статистика хорошая, и у пары фунт-доллар есть дополнительные условия для того, чтобы сохранить все-таки в своих рядах достаточных покупателей, чтобы те начали тащить пару к цели 1,30. Доллар-канадец, как уже отметил, здесь рекомендую все же присмотреться к покупкам, прежде всего, канадского доллара, соответственно, ждать снижения пары доллар-канадец. И такая же цель, как и по паре фунт-доллара 1,30, но здесь мы ожидаем снижения, потому что текущие котировки 1,3157. Ждем сильные данные по ВВП. Сюрприз от отчета по инфляции завтра в Канаде. И рынок нефти наконец-таки начал восстанавливаться с лоу, опять же, прошлой неделе. Я очень надеюсь, что все же инициатива останется сейчас за покупателями, и не последует еще одного теста 70 долларов за баррель. При росте котировок нефти канадский доллар будет дополнительно на этом выигрывать. И само черное золото 74 доллара за баррель по Brent. Я держу длинные позиции, хотя прекрасно понимаю, что есть определенные вопросы к состоянию китайской экономики. Если бы все было хорошо, Китай бы не стал снижать основопроцентную ставку. Но осознавая возможность снижения и падения спроса, я также понимаю, что это снижение будет легко компенсировано значительным сокращением предложений со стороны стран ОПЕК, которые ранее анонсировали планы дополнительно снизить производство на 1,4 миллиона баррелей в сутки. И Саудовская Аравия еще отметила, что с 1 июля, то есть фактически это решение вступит в силу через неделю, дополнительно снизит производство еще на 1 миллион баррелей в сутки. Я понимаю, что при таких планах и при текущих показателях спроса и предложения рынок нефти окажется в значительном дефиците уже к концу третьего квартала этого года. И не хочу упустить хороший момент для занятия долгосрочных длинных позиций, поэтому делаю это уже сейчас. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!